Вы знаете ее имя, вы слышали ее голос, теперь она снова с вами. Культовая радиоведущая Ксения Стриж в программе Стриж Тайм. Всем привет, добро пожаловать в программу Стриж Тайм. В ближайший час, в обыкновение, мы с вами проведем вместе, сделаем это хорошо. Ну, честь вашей красоте. Салфет вашей милости. Ну что, Пашин, весна? Да еще, подожди, еще 28 дней бывает. Все-таки думаешь, еще шандарахнет. День потерпеть, до ночи продержаться. Понятно. Простоять. Ну ладно, давай представлять гостя. Давай. Сергей Любовин. Сергей, привет. Привет, Паша, привет. Ксюша. Здравствуйте. Очень приятно. Спустя сколько мы встречались здесь в этой студии? Год. Около года, да? Год, год, год. Год, да. Ну надо хоть возвращаться. Ну да, хотя бы раз в год. Раз в год, да. Нет, но дело в том, что это же народная примета. Скоро шансон года, в апреле 20-го. И по обыкновению потихонечку начинают подтягиваться за всегда тая. Артисты подтягивались. Да, 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 да. За всегда тая этого народного прекрасного праздника. Главные роли, исполнители главных ролей. Да, да, этого праздника. Вот. Ты приехал с вещами. Ну, естественно, это же, как всегда в России, с вещами. Да, 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 да. На выход. Вот, с вещами, потому что сейчас ты находишься в каком-то очень плотном гастрольном режиме, да? Ну, у нас, да, серия концертов. Это мы сегодня выезжаем после Триштайма сразу в Пензу. Па-па-па-па, па-па-па. На родину нашего уважаемого ведущего, не побоюсь этого слова, да. Чести нашей красоты. Народ ждет, там уже драмтеатр в 19 часов. Вот, Пенза, очень люблю этот город, на самом деле. Не знаю почему, потому что один из первых концертов был именно в Пензе мой. Много лет назад, да когда-то прокатчики взяли, а давай, говорит, попробуем. И вот я просто... Если Пензу пройдешь, значит... Счастливо. Если Пензу пройдешь... Голова пролезет, все пролезет. Вот, и потому завтра стартанем с Пензой, и потом пошло-поехало минеральные воды. Саратов, Санкт-Петербург, в Москве 6 марта, Меридиан. Большой отчетный концерт, как я называю. Очень хорошая площадка. Новые песни. Намоленная. Да, намоленная. Очень люблю, кстати, ее. Мягкие кресла, ну шикарно там. Нет, там прекрасно. Уютная. Я там недавно на Сережке Трофимовой была. Да, в Москве, наверное, вот сейчас такого тысячника адекватного, в общем-то... Причем так туда не зарастет народная тропа, вот намоленное место, туда вот уже десятилетиями ходят люди. И все, то есть кто вот любит, и не обязательно не те, кто рядом там живут, а просто приезжают из других. Просто оно, там как-то уютно, там как-то очень атмосферненько. Хотя вроде бы вот такой советской абсолютно ДК, да, но не знаю, там как-то... Ну есть, да, есть такой момент. И вот очень приятно, что новая программа «Ты моя королева», она называется, по заглавной песне. А также много-много чего вот за этот год произошло. Записались с Сергеем Ревтовым, замечательным, на мой взгляд, композитором. Я вообще его считаю, как бы вот этот, ну, был Юрий Михайлович в свое время, Антонов, там. Ну вот он действительно, там, 26, он такой скромный, на самом деле, парень. Или 27 песен года у него. С Томасом Андерсом несколько альбомов. Скромный парень. Скромный парень, несколько песен в хит-парадах европейских. Ну такой вот он, скромный парень, да. Это твое приобретение, знакомство с ним этого года? Нет, мы знакомы мы давно. И сегодня прозвучит эта песня, началось знакомство с песней Михаила Гуцериева «Счастье в долгу у несчастья». Она в течение программы. Будет она, да, к которой он тоже, Сергей, написал музыку. Вот. И вот такие, хотя мне спрашивают, а вы сами там пишете или что? Я говорю, 95 где-то процентов мои песни. А, конечно же, вот с такими людьми мне приятно посотрудничать. И я здесь уже даже не наступаю на горло собственной песни, потому что я понимаю, что это уже высокий уровень, и почему бы не попробовать поработать. Ну, мы поподробнее еще будем говорить и о том, и о сём, и об этом, и о другом. И сейчас прервемся традиционно. Ксения Стриж в программе «Стриж тайм». Только на радио Шансов. Слушайте нас, смотрите нас. Сергей Любовин в гостях. А здесь, поверьте мне, есть на что посмотреть. И послушать, я надеюсь. Да, да, да. Сереж, смотри-ка, так вот всё перечисляю. Как я понимаю, у тебя какой-то тур, потому что, ну, так-то концерты, они есть там, ну, по несколько там в месяц. Да, у тебя он к чему-то приурочен, или это уже у тебя, это же не нормально, вот каждый день разные города. Это обычно к чему-то приуроченный какой-то тур, там, к годовщине какой-то. Так, очевидно, это 8 марта так влияет просто. Да? Да, и поэтому, а у нас страна большая, у нас обычно 8 марта начинает отмечать в начале февраля. И вот так это всё до апреля идёт. Поэтому, конечно, к 8 марта всегда обычно вот на лирику заказывают, и с удовольствием мы приезжаем, с женщинами дарим. Ну, я всегда говорю, у нас каждый концерт – это 8 марта, поэтому это 8 марта просто очередной. То есть ты такой угодник. Я угодник, да, вот 6 марта буду вообще стараться угождать в Меридиане. Просто дышишь в затылок Михайлова, понимаешь? Нет, ну зачем? Мы идём параллельными путями небесными. Я никому не дышу в затылок, это точно. Так вот, про 6 марта в Меридиане хотел сказать, чтобы не забыть, но я и не забуду это, потому что будут гости у меня, шикарные. Ну-ка. И особенно хочу этого человека сегодня отметить. Дело в том, что у этого человека сегодня день рождения. 27-го. Хорошо, что не 29-е февраля. Я вот так подумал, что-то думаю, 29 раз в 4 года отмечать, это же как-то это больно. Нормально, моложе будет. Может быть, нормально, да. Год за 4. И бюджетненько. Так вот, это прекрасный, замечательный человек, многоуважаемый мной, потому что это настоящий профессионал, настоящая певица от Бога, это Леонсия Эрденко. Вот, она у меня будет на концерте. Ой, она классная. Да, она классная, она супер, человек профессионал. Она у нас была в гостях недавно. Она у меня много раз была. Да, от шансона поздравляем здесь. На шансоне и везде. С днём рождения, всего ей самого хорошего. Я уже звонил ей по телефону. Ну, там не пробиться, там же гуляют они, там, понятное дело. Цыгане могут, цыгане могут, они такие, да. Вот, будет Александр Ламинский, Саша. Мы дружим достаточно давно, семьями встречаемся. Вот, мне очень нравится, как вот человек как бы работает, как подаёт себя. Вот, ну... Так у нас ещё в одной общей подружке-то юбилей на носу-то. Так. Вот они. А, Танюсик. Танюсик. Это Танюсик. Это мы начнём отмечать вот с начала... Шестого когда? Нет, с начала марта. И я думаю, летом где-нибудь в августе потихонечку будем закругляться. Потому что, ну, 30 лет бывает только раз в жизни. Это один момент. Второй момент, это 6 марта, день рождения. Я там знаю, что у Тани позже будет БКЗ Октябрьский. Таня, я верю твоя, Петяль. Вот. Её обожаю. Её очень любят, кстати. И в России, и в Питере в особенно эта любимица, действительно. Когда она выходит, я просто из-за кулис... Это голос-колокольчик вообще, колокольчик. Из-за кулис всегда слушаю, как выходит Таня, её объявляют. Ну, там реально просто это уже как... Национально достойно. Говорили о соловьях, там зашкаливают аплодисменты вот эти. Да, да. На молодец. Вот. И много чего. А, в Санкт-Петербурге, забыл сказать, 16 марта БКЗ Октябрьский у Сергея Любавина. Вот. Большой отчётный концерт. И специально для питерской публики мы готовим какие-то подарки в виде песен, которые присущи только питерской публике. Почему-то любят. Вот расскажи мне этот... Феномены, феномены. Как правильно говорить? Не знаю, песня Королева у меня есть. Так. Красивая, с симфоническим оркестром записанное произведение. Вот в Санкт-Петербурге, где бы я работал, либо это маленькая совсем площадка у Юры Гальцева... Театр-ресторан. На конюшенной, да. Да, да, да. Либо это БКЗ, либо это там любой какой-то, может быть, ресторан даже. Но везде постоянно о Королеву, о Королеву. Почему-то именно в Питере вот есть потребность в этой песне. Хотя... Ну, именно в Питере поребрики. В песне ни слова о Санкт-Петербурге. Там нет какой-то прямой наводки. Там совершенно определенная какая-то... Аура, атмосфера. Национальность, вот, петербуржец. Вот, ну, серьезно, публика совершенно, вот... Национальность или образ жизни. Да, 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 да. Образ жизни, национальность. Ну, серьезно, серьезно. Там вся монархия, простите, захоронена. Да, да. Монархия, да. Так вот, 16 марта БКЗ Октябрьский. Я всех жду. И новых людей у нас... Вот, инстаграм я отсматриваю регулярно. Добавляются новые... Сколько у тебя подписчиков? Так, навскид. Брать не буду. Ну, тысяч сколько-то там. Ну, сколько? Вот директорство и сколько-нибудь. Сколько? 25 тысяч? 35. Очень расстроил ты меня. Давай прервемся. Почему расстроил? Да потому что жаба меня душит. Подождите, сейчас прервемся, будем душить. Стриштайм. Снова на радио Шансон. Сергей Любавин, гость сегодняшней программы Стриштайм. Ну, продолжим. О чем мы... А, подписчики. Так, меня жаба задушила. Да чего там задушила? И в голове сразу пустота. Нет, а знаешь почему? Потому что ты мне... Когда мы пили цикорий... Цикорий? Ну, мы здесь все на цикории. По возрасту надо напитки употреблять. Вот. Ты мне... Мы как раз разговаривали по поводу социальных исследований. Есть дети, насколько вот сейчас вся жизнь в этом, и что это часть работы и так далее. И Сергей поморщился так. Можно говорить, как же я так не люблю это все. Так мне это все тяготит. Так вот мне это же... Ну, я не так говорил. Ну, надо. Ну, я, естественно, утрирую. Да, да, да. Ты как-то это сама. Ну, типа, ну, это как-то вот мне это не... Вот это вот там... Как обязательно. Нет, просто есть... А подписчиков, понимаешь? Да, есть люди, именно вот, которые им нравится это. Я знаю коллег своих, там, я не буду назвать, им просто это нравится реально. Они там какие-то посты выкладывают. Они... Это их жизнь, это часть. Вот день, если разбить, условно говоря, там 8 часов, вот 4 часа, они точно проводят там. Как ты в спортзале. Им это интересно, да. А я там захожу, ну, понятное дело, потому что обязывают у меня и поклонники мои, там, что-то мы как-то общаемся, и я смотрю, что там, как они живут. Но, в принципе, вот, ну, я могу без этого просто обойтись, в принципе, без этого. Не обходитесь, вы пропагандируете здоровый образ жизни, и это очень важно, я считаю. И, между прочим, когда вот на отдыхе, что ли, был ты недавно, не было ни дня, чтобы не была выставлена фотокарточка... С железом. С железом, с кубиками, с ромбиками, с... С банками. Кубики, это прекрасно. Да, да, да. Нет, просто к тому, что... Ой, я могу спокойно без этого. На тебе, на тебе. А вот я, а вот. Ну, я тебе, Ксюша, открою, Паша, открою секрет. Это же кубики, во-первых, женщина говорит, кругляшки не надо, Сергей Петрович, надо кубики. Хорошо. И мы... Это дело вкуса, я люблю кругляшки, правда, Пашка? С залпом приходим, один раз в неделю в спортзал, снимаем кубики, 800 треков разных, жим, лёжа, тяга, становая, приседания. И растягиваем, а потом по праздникам... А потом растягиваем, говорим, а мы там каждый день тут пашем. Ах, вот они на секреты-то раскрываются. Вот, да. Ну, на самом деле, считаю, глубоко уверен, что всё-таки артисты, а в особенности люди, которые выходят на сцену, должны как-то поддерживать свою физическую форму, не до фанатизма, но хотя бы, чтобы там не говорили. До кубиков хотя бы. До кубиков хотя бы. До кругляшков не будем доходить, до кубиков надо. Вот, поэтому, вот, моё убеждение глубокое. Ну, вышел на сцену, будь добр. Олицетворяй. Да. Ну, вот обязательно... Нет, ну, я бы поспорила, сколько прекрасных, удивительных артистов не идеального телосложения, я имею в виду даже сейчас не певцов, а я просто драматических артистов говорю, во всём мире. И они хороши в своём амплуае, и быть одинаково там везде всем подстриженным, подтянутым, как сборная по футболу. Да, это же, возьмём, например, условно говоря, я понимаю, о чём ты говоришь, возьмём Евгения Леонова, да, и представить его с кубиками и с бицепсами, это уже не будет Евгения Леонова. Ну, я просто говорю, это немножечко такая, какая-то странная откуда-то веяние. Это просто веяние, на самом деле, хорошее в том, что нужно всё-таки как-то следить за здоровьем, ну, и так далее. Но до фанатизма это не нужно уж доводить до абсурда. Поэтому что, поговорим о творчестве? Давай о творчестве. Давайте о творчестве. Слушай, сколько у тебя вообще на сегодняшний день альбомов, я уж потерялась. Честно говоря, я сам потерялся, и сейчас же, потому что последние, там, пять или шесть лет, когда в России умер благополучно бизнес дисковый, мы альбомами перестали мерить своё творчество. Стали выходить программы, а в программу концертную может войти два альбома, три альбома, и поэтому я искренне говорю, я сам не знаю, сколько альбомов сейчас на сегодняшний день. Потому что выходили какие-то сборники составленные и так далее, и так далее, и так далее. Но... Кассеты ещё есть вот здесь. Ну, ты же всё-таки пишущий человек, вот, а пишущий человек, он, в общем-то, хочет-не хочет, но как-то подбивает. Это когда просто поёшь песни, либо можешь там сбиться со счёт... Ну, так, если за столом сидеть, то, ну, до утра хватит, то есть, в любом смысле. И я рад единственно тому, что недавно в Инстаграм, в той же делали конкурс, возвращали 10 каких-то старых песен, которые я уже не исполняю в концертах. И я думал, как бы такой народ так откликнулся на это дело, и женщины, мужчины стали, а вот давайте эту вернём, да эту... А стали обсуждать песни, все какие-то качества... А ты так советуешься со своими поклонниками? Да нет, да мне важно это. Ну, условно говоря, вот 10 песен какая-то, вот там одна победила с большим отрывом. Я её, естественно, верну. Ну, что, что худо-то искать от добра, как говорится. Вот, и поэтому... От добра добра не ищут. Да. Ты это хотел сказать? Ну, да. Поэтому... Почти. Поэтому... И откуда без добра? Или от добра? Обязательно мы это делаем, мы возвращаем старые песни, пишем новые. Ну, в общем-то, всё как... Ну, то есть, реально, у тебя не человек там какой-то сидит и общается, там, отвечает на вопросы, а ты сам... Нет, в Инстаграм нет, я просматриваю, я даже если не отвечаю, бывает такое, потому что иногда, ну, как, даже не знаешь, что ответить, поставить... Бывает такой вопрос, что даже я не знаю, что сказать. Лайк какой-то или что-то такое уже тоже надоедает, но я просматриваю всё, и какие-то вот особенно понравившиеся мне ответы или какие-то вдумчивые какие-то вещи, я с удовольствием отвечаю. Это классно. Слушай, мы подошли к середине часа, в середине часа у нас, как правило, песня «Гостя», и она и... Да, «Небо над Римом», свежая песня. Свежая песня. Вот, и надеюсь на эту песню, уповаю на неё, не побоюсь этого слова, потому что впереди большие грандиозные события на шансоне, и надеюсь на то, что мои поклонники будут голосовать за неё, поклонницы. Очень старались, делали Сергеем Ревтовым эту работу. Наши фанаты из Белоруссии сделали шикарное на неё видео на фильм, на классику голливудскую «Римские каникулы» с Грегори Пэком там, ну и так здорово вообще я смотрел, а что-то... Ну прослезился просто вообще. Это старость. Нет. Это другое состояние, Ксюша. Вот, поэтому... Это здоровая старость. До старости ещё далеко. Это сентиментальность. Пока мужчина жмёт свои 150, я думаю, причём и в кошельке, и на жиме лёжа, то от старости говорить не будем, хорошо? Да. Вот. И поэтому эта песня, я на неё, ну как бы ставку такую делаю серьёзную, лирическая красивая песня, ну дай ей бог. Ну, премьера песни. Нет, не премьера, она уже звучит. Да, да, но всё равно, всё равно, всё равно, обратите внимание, голосуй. Стриштайм. И Сергей Любавин, гость программы. Стриштайм, знаешь, о чём я подумал сейчас во время песни, Серёж? У тебя как-то, вот как ты появился? Мы же там познакомились, наверное, в 2000-2001 году. Точно, да. Вот, ты вот как-то приехал и сразу впрыгнул в ситуацию, и так совпало, что как раз и радиошансон открылась. Ну, не впрыгнул точно, Ксюш, просто. Вот, вот я не помню, по-моему, у тебя не было никаких, вот так сказать, терзаний, каких-то трудностей, как-то вот у тебя жик-жик-жик, и как-то вот... Не-не-не, Ксюш, ты... Нет? Юрмала ещё была, по-моему. 93-й год Юрмала. Слушай, расскажи, напомни, напомни. 93-й год Юрмала, и я из Сибири только приехал. Ты из Новосибирска, по-моему. Из Новосибирска, в шикарном костюме, поехал на Юрмал. С отливом. С отливом, да, и в Ялту, но Юрмал на этот раз, да. Автомашина с магнитолом. Лайма Вайкуле посмотрела, говорит, это что? Это кто? Нарядный нарядник. Вот, я до сих пор вспоминаю с такими тёплыми чувствами этот момент, она привезла мне костюм своего мужа Андрея, фрак, и я вышел во фрак, и все там упали в Новосибирск, и говорит, серёжка-то у нас. Ого. Ну? Вот, и с 93-го года вышел мой первый альбом, и было Юрмала, и вот это пошло. То есть, в принципе, первая руку тебе протянул Лайма Вайкуле с костюмчиком. Да, вешалку с вешалкой протянул. Так получилось, да. И потом 7 лет вот этих до открытия радиостанта. Ну, не крутили же эти песни, в принципе, хотя по странной причине попсовые радиостанта. Почему? Непонятно. Но не было формата такого. А я вот не помню тебя, чтобы ты что-то там пел до шансона. Я с тобой познакомился в шансоне. А вот я не могу даже вспомнить репертуар, с которым... Так а что? Вот каких артистов ты можешь назвать, которых бы крутили, пока не было радиошансон того же там Круга или Трофимова? Где крутили? Ну, Розенбауму крутили, Высоцкого крутили. Успенского, Шапутинского крутили. Это бронзовые, я из настоящих говорю. Из настоящих, ну да, 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 да. Но никого не крутили, никого крутили. Но ты же пел... Кассеты. Но ты же пел, раз ты был на Юрмале, ты же пел какую-то эстраду. Да, большими тиражами. У меня был тогда сольный альбом. В 93-м году вот где-то процентов 70 мои песни. Вот какие-то. И, значит, кассеты распространялись. И так вот люди где-то в регионах, где-то... Ну, хорошо, все, в 2000-е пришел. У тебя какой-то бэкграунд, там, вот этот вот был с Юрмалой, с костюмом, там, кассеты были, там, и все такое. И ты, по-моему, сразу как-то... Определился? Ну, да. Определился, да, конечно. У тебя не было вот этих... Ну, вот, например, я вспоминаю Стаса Михайлова. Вот у него было очень... Он пробирался очень долго. Он приходил на интервью у меня было, когда его еще никто-никто не знал. И вот он очень долго искал вот эту свою ноту, свою какой-то... Ну, вот, понимаешь, да, о чем я говорю? Лет 10, наверное, и через 10 лет выстрелило вдруг. Понимаешь? Ну, то есть это тоже он такой наутро не проснулся. Ну, да, да, да. Это же путь. И мы тоже ходили еще на радиомаяк. Программа была «Фортуна». И еще, я помню даже, если ты как бы что-то говорите, носили еще... Я первые свои песни носил на бобинах с «Вема». Да. На бобинах ставили. Конечно. Не было еще ни дат-кассет, ни CD-дисков, ничего, даже кассет обычных. Вот. И потому, ну, достаточно... Да, это все, любой артист может про это рассказать. Ну, вот когда ты можешь вспомнить, вот, там, я не знаю, год или события, когда, вот, ну, я не знаю, чем критерии, вот, ну, такая расхожая фраза «наутро проснулся знаменит». Ну, во всяком случае, как-то так почувствовал, когда стали поступать предложения, там, о выступлениях, когда так плотно ты можешь, там, в гостинице или где-нибудь еще услышать, там, по радио или в кафе, там, свою песню. Ну, наверное, это как раз, правильно ты сказал, с 2000-х годов, когда появилось радио «Шансон», и когда стали эти песни доступны широкой аудитории, люди стали это слушать, запоминать, стал участником постоянным «Шансон года», их разгуляя, вот этих больших... Видимо, все-таки «Чупчик Аленка», да? «Чупчик Аленка» тоже сыграла, это, конечно, сейчас уже, ой, вообще, супер, 10 миллионов, там, по-моему, просмотров. Да, 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 ну, я вот помню, вот у меня первая ассоциация «Любовин-Чупчик Аленка». Да, клянусь хоть чем, ни одного накрученного голоса. Давай сейчас прервемся, потом продолжим, ага. Сергей Любамин, гость сегодняшней программы. Ну, скажи мне, какая-то кубышка есть, вот, я имею в виду не конкретно вишневом саду зарытая, там, нет, имеется в виду какой-то такой вот оттяг на, я не знаю, на какую-то спокойную, здоровую, счастливую. Я не понимаю, что ты, спроси прямо. Ну, вот как Гера Грач, например, он посеял зернышко счастья в Таиланде, понимаешь, и вот он сейчас там зимует. Он говорит, зачем мне из Москвы летать на концерты, когда можно из Таиланда летать, а здесь вот эта вот какашечная погода, я ее не хочу. С Герой встречались в Дубае, недавно тусовка была. Он заяц, а у него же день рождения 25-го был, вот, в феврале. Да, 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 и общались на этот счет, ну, я не знаю, у меня немножко другое мнение, я считаю, что нужно находиться там, где ты работаешь, потому что это вот какой-то некий самообман. Давайте уедем в Италию, в горы, будем жить, а летать сюда на концерты. Ну, слушай, ну, на самом деле, подожди, ну, на самом деле, а для чего тогда нам эти гаджеты и так далее, чтобы, в принципе, я думаю, что в перспективе совершенно не обязательно будет ходить на работу, когда ты можешь все делать из дома, ты не привязан ни к профессии, ни к стране, ни к чему, ты можешь работать, выполнять свою работу, откуда у вас. К счастью, концерты нельзя давать через гаджеты. Ну, хорошо, понятно, ну, хорошо, ты летишь в Новосибирск на концерт, предположим, да, ну, первый, неожиданный город, да, пришел мне в голову, летишь, летишь туда сколько, пять часов, четыре? Четыре. Четыре часа, в принципе, столько же, сколько Таиланда, ты летишь в Новосибирск в тот же, или до Москвы. Да, все правильно, это схематично, помимо того, что ты садишься в самолет, летишь на концерт, идет и твоей командой, и тобой лично масса подготовительной работы, огромная рутинная работа, очень тяжелая, которой занимается продюсер, директор, общение с прокатчиками, залы, билеты, это же не корпоративы, а аренда площадок, свет, звук. А там бермуды надела, да пошел, это все, это все очень серьезно, и серьезно, достаточно работа проделывается для того, чтобы артист просто приехал и дал концерт в каком-то городе, вот, многие об этом не задумываются, и очень зря. То есть у тебя вот мухи отдельно, котлеты отдельно, работаю, я работаю, а когда я захочу отдохнуть, я возьму там себе в августе месячишко и куда-нибудь поеду, да? Ну, по идее, да, можно так сказать. В августе самый курортный, это... Мы работаем, Геленджик, Анапа, ого-го! Январь самый артистический. Какой там Таиланд? Вот я в Анапе, я буду проезжать мимо, если совпадет с твоим концертом, я машу тебе купальником. Звони купальником, да, можно позвонить сначала, вот, обязательно будут концерты. В прошлом году, совершенно случайно, проездом, раз, и Гриша Лепстов на концерт был у него в Анапе, прямо вот, именно тот день, который я была в Анапе, ну, приятно же. Махала купальником. Махала. В верхней части. Есть специально у Ксюши махательный купальник. У меня совмещенный. Пойдет. Так, ну, хорошо, давай поиграем в Штирлица, а именно, с чего мы начали, тем и закончим. Это есть полезная информация, а именно, вполне возможно, многие только что к нам присоединились и говорят, ой, Любавин был, а я пропустила. Ну, когда у него концерт уже в Москве, и не только. Сейчас вещи уже, чемоданы, директор там машет рукой, потому что опаздываем, да, опаздываем на поезд, это выезжаем в Пензу, город мечты. Пенза ждет, мы ее любим, завтра концерт в Родине Отцов. В драматическом театре в Пензе, начало в 19 часов, в Москве, 6 марта, Меридиан, начало в 19 тоже. Будут гости, будут сюрпризы, о гостях уже сказал, будут еще гости. Санкт-Петербург, 16 марта, БКЗ Октябрьский, центральная площадка Санкт-Петербург, начало в 19.00, идет подготовка, музыканты репетируют, песни новые, танцуем, как всегда, в Питере, зажигаем, поем вместе, отрываемся. Ну, в общем-то, как всегда мы любим делать это в Северной столице. И так далее, и так далее. Минеральные воды, Саратов, ой, господи, Гомель, Минск и так далее. Как я рада всегда, вот искренне рада, когда у артиста есть работа, и когда вот действительно, когда он, мне кажется, самое важное, вот не звание, о чем мы тоже за цикорием разговаривали. За цикорием. Когда вот артист востребован, это самое важное. Все правильно. И то, что касается кассовых концертов, это, конечно, нужно всю эту историю, эту ситуацию готовить заранее. Да. Потому что, одно дело, все эти корпоративы, какие-то частные вечеринки, наверное, хорошо, но массовость должна быть. Народ всегда пишет, а почему вот вы, Сергей Петрович, не приезжаете к нам в город? Ну, вот мы слушаем ваши песни. Почему не задаются люди, вот приоткрою такой маленький секрет, подготовить концерт, это нужно связаться с местными прокатчиками, чтобы они все договорились. Мне тоже самое говорят, почему вы не приезжаете к нам в город со своим спектаклем? Реклама. Да мы бы с удовольствием. Вот честно, вот я, допустим, выделил бы неделю себе на отдых, а остальные дни просто ездил бы к людям и пел песни. Но такого не получается, потому что есть сложности огромные в подготовке концертов. Есть масса других артистов, которые встают на эти даты и тоже хотят подарить свое творчество людям. И поэтому, ну, не всегда бывает, что попадаешь в город, ну, иногда годами просто не можешь заехать там, раз даешь концерт, раз в пять лет, раз в семь лет. Хочу еще обратить внимание на, други мои, обратить внимание на афишу на официальном сайте Сергея Любавина. Там подробненько все города расписаны и глаз радует смотреть, потому что концертов много. Меня тоже глаз радует, да, это афиша, вот так еду от пробки к пробке и нет-нет, да, улыбнется мне Сережа Любавин с афишкой. Я всегда стараюсь, особенно с афишей, Ксюша, тебе, я как вижу, ты едешь. Мне даже иногда кажется, что ты даже подмигиваешь. У меня на афише, да, улыбка распространена. Да, это прекрасно на самом деле, вы знаете, Россия наша замечательная, это такая огромная страна, люди любят очень музыку, люди любят очень спектакли. И мы должны создавать ситуацию, как и в других странах, мы должны создавать ситуацию, как с кинотеатрами в свое время. Люди не ходили в 90-е годы, там продавали шубы какие-то, все, сейчас с удовольствием ходят. То же самое должна прийти ситуация с концертами. Почему в советское время, я, допустим, будучи студентом, мог себе позволить сходить на 5 концертов, на 4 концерта, которые в месяц приезжали любимые артисты, а сейчас люди, вот как-то это понятное дело, что нужно вырабатывать эту культуру и делать не очень дорогие билеты и т.д. Много чего, но... Сергей Петрович, люди ходили на концерты. Цигель-цигель-улюлю. У вас поезд, а у нас реклам. Михаил Светлов. Да, да, да. Рады тебя видеть. Ксюш, да, тоже, Паш, огромный, как бы, респект вам за то, что пригласили, и готовимся к очередным событиям шансона нашего. Да, 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 в апреле все. Все, и поедем к людям петь песни. Все, хорошей гастроли, тебе легкой смены. Спасибо, дорогая. Ну, а мы встретимся, даст Бог, завтра. Спасибо. Вы знаете ее имя, вы слышали ее голос, теперь она снова с вами. Пультовая радиоведущая Ксения Стриж в программе Стриж Тайм.